Здравствуйте, меня зовут Солмина Светлана Витальевна, кандидат наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Института управления экономикой и финансов Казанского Федерального Университета. И сегодня мы с вами поговорим о социальном проектировании, о грантах, возможно, если вы слышали, да, и это все более набирающие обороты, актуальная тема, которая зачастую кажется достаточно понятной, но, к сожалению, в нюансах, в определениях, в терминологии мы можем чуть теряться, да, и давайте сегодня мы разберем эти базовые моменты, чтобы снять те вопросы, которые у нас возникают. А самое главное, когда мы слышим про гранты, ну, согласитесь, у нас возникает сразу мысль о том, что нужно будет отчитываться, это будет сложно, нужно сформировать бюджет проекта, да, того же, и как же вообще с этим быть, это все непонятно, и зачастую, да, все у нас умирает на стадии, вообще, даже посыла из-за рождения этой идеи. Давайте разберемся и придем к общему мнению, что это совершенно не так, что все это несложно, главное пройти этот путь от начала и до конца вместе с тем грантодателем, да, который вас пошагово будет вести, расскажет и покажет. В рамках соглашения о сотрудничестве Казанского федерального университета и Республиканского ресурсного центра по поддержке СОНКа как раз-таки вы можете, скажем, найти тот более подробный материал о грантовой деятельности, поскольку Республиканский ресурсный центр является единым грант-оператором Республики Татарстан. Ну а мы сегодня про базовые понятия социального проектирования. Итак, что же такое социальный проект? Социальный проект — это ограниченный во времени тех комплекса, да, тех мероприятий, которые приведут вас к намеченной цели. И здесь на самом деле мы можем с вами вот пофантазировать на момент, а какая цель может быть у социального проекта. Ведь социальный проект, он может охватывать разные направления жизнедеятельности. Это могут быть лица серебряного возраста, это может быть молодежь, это могут быть животные, это могут быть проблемы, связанные с экологией и так далее, в зависимости от вашей фантазии и направления деятельности грантового конкурса, да, если мы говорим в привязке с подачей вашей идеи, оформленной в проект на грант. И важно понимать, что эта цель, которую вы для себя поставите для решения задачи вашего конкретно социального проекта, была какая? Была конкретно измерима, да, была ограничена по времени, была понятна и обозначена на определенной территории. И, собственно, сформулирована таким образом, чтобы любому эксперту грантового конкурса было понятно, а чего же вы хотите достичь путем реализации вашего социального проекта, ну и, собственно, а зачем, да, как бы в том числе вы вообще это делаете и стремитесь к достижению этой цели. Это очень важно. Но ведь для того, чтобы сформулировать цель вашего проекта, вы должны понимать, а с кем вы будете сотрудничать, а кто является вашей целевой группой. Ведь иногда эксперты конкурсов говорят о том, что зачастую существуют проекты, и проекты, подаваемые на конкурсы, ну, неполучаемые поддержки, потому что у целевой аудитории проекта даже не спросили, а нужно ли им что-то, да, это и какое-то мероприятие, это какая-то услуга, это, возможно, какой-то комплекс различных мероприятий, да, и целевая группа даже и не вовлечена, собственно, в проект и не поинтересовался заявитель о том, а что бы хотела ваша конкретно взятая целевая аудитория. Поэтому нам с вами здесь важно в первую очередь ответить для себя на следующие вопросы. Это кому я хочу помочь больше? А какая группа людей для меня важнее, и я ее определяю для себя как целевая аудитория? С кем мне интереснее работать? Какую проблему, конкретную проблему этой целевой группы я сейчас хочу решить и буду решать? У меня есть для этого возможности, да, и больше ресурсов и компетенций. И здесь начинается самое интересное, потому что зачастую в социальном проекте, да, при формулировании нашей целевой аудитории мы можем встретить какие формулировки? Молодежь. Но что такое молодежь? Нет ни возрастного ценза, нет ни характеристик, которые способствуют, ну, определению этой целевой аудитории, да. Поэтому, когда вы ответили для себя на все поставленные вопросы, когда вы начали взаимодействовать с вашей целевой аудиторией, пожалуйста, определите ее, опять же, конкретно обозначено, конкретно измеримо и определенно. И подскажу вам еще один маленький лайфхак по тому, как взаимодействовать с целевой аудиторией с точки зрения формулирования социального проекта. Ведь вашу целевую аудиторию можно что сделать? Можно опросить, можно раздать анкету и собрать результаты этого анкетирования, что эту проблему им действительно хотелось бы решить, она действительно важна, она действительно нужна. Или провести опрос в социальных сетях, или провести тестирование, опять же, с помощью, ну, всевозможных технологий, которые вам доступны. И тогда, во-первых, вы очень четко, сразу будете знать и понимать вашу целевую аудиторию. Вы ее сможете измерить, вы ее сможете посчитать, вы сможете доказать ту потребность, которую целевая группа обозначила в рамках вашего социального проекта, в рамках того социального проекта, который вы бы хотели реализовать на определенной территории. И главное, с точки зрения формирования социального проекта, мы с вами должны понимать, что любая проблема, любая проблема навсегда должна быть раскрыта через людей, да, так или иначе. Это и команда проекта, это и волонтеры, это иногда и сама целевая аудитория, которая готова принять участие в реализации проекта. Поэтому не забывайте, пожалуйста, об этом важном принципе, когда будете формулировать ваш социальный проект и упаковывать вашу идею в социальный проект, а в будущем и в рамках грантовой заявки. Очень часто самым больным вопросом, ну так или иначе, становится бюджет проекта, да, это тот момент, когда нам кажется, что у нас нет никаких источников софинансирования, нам кажется, что мы не сможем правильно составить бюджет проекта, да, мы определенно не называем это сметой, потому что в рамках деятельности некоммерческих организаций и в рамках требований грантодающих организаций, это бюджет проекта, да, все-таки это не совсем огромный какой-то большой документ, это достаточно обозначенный, понятный документ со статьями базовых расходов, которые так или иначе возникают при формировании проекта и в дальнейшем при его реализации. Обратите внимание, что такое бюджет с точки зрения социального проекта, это вся стоимость проекта, это и команда, это и привлеченные средства, да, и, конечно, ваши собственные ресурсы. Вот иногда организация говорит о том, что у нас нет никаких средств собственных, и мы ничего не можем отразить в рамках бюджета социального проекта, как, собственно, собственные ресурсы. Но, простите, вы как минимум оформляете заявку на каком-то ноутбуке или компьютере, вы где-то распечатываете ваши документы и физически наверняка где-то находитесь. Нужно просто корректно монетизировать те ресурсы, которые у вас есть, то есть просчитать, а если бы у вас не было этой техники, да, или а если бы вы ее арендовали, то каков вклад ваших собственных ресурсов в рамках этого социального проекта с точки зрения формирования бюджета. Или это привлеченный труд волонтеров, когда мы их привлекаем, когда они полностью погружены в процесс и формирования заявки, и реализации самого социального проекта. Но ведь труд волонтера, понятно, он неоплачиваемый, да, он абсолютно безоплатный. Но при этом мы знаем прекрасно, что средняя стоимость часа волонтера может быть отсоединена в 250 рублей в час. Так посчитайте примерно, какова была бы стоимость услуг привлеченных специалистов, если это были бы не волонтеры, которых вы смогли вовлечь в ваши проекты, которые с удовольствием помогают вам его реализовывать. И бюджет это всегда следствие мероприятия календарного плана, а не наоборот. Потому что иногда встречается такая ситуация, что бюджет проекта формируется в отрыве от тех мероприятий, которые вы уже для себя предусмотрели. То есть посмотрите, у нас с вами, мы проговорили, есть цель, есть выбранная целевая группа. У нас, понятно, для достижения цели есть задачи, которые мы обозначили, и мероприятия, которые раскрывают эти задачи. Чаще всего, да, если у нас одна цель у проекта, у нас 2-3 базовые большие задачи, каждая задача раскрывается в среднем 3-4 мероприятия, обычно этого бывает достаточно. Я сейчас говорю про, скажем, такие средние нормативы, да, понятно, что каждый проект, он достаточно индивидуальный. Так вот, бюджет мы составляем, исходя из тех мероприятий, которые необходимы для достижения цели, да. Пожалуйста, имейте это в виду, когда особенно в первый раз вы будете формировать бюджет вашего проекта. Ведь желаний у нас достаточно много, да, и все хочется, и все нужно, но мы про проект и про бюджет конкретно взятого и обозначенного проекта. И важно все расходы в бюджете максимально детализировать, и вот смотреть, а эффективны ли они, и каждый раз задавать себе этот вопрос, а точно ли мне сейчас нужен этот расход в рамках реализации этого проекта. А возможно, в нем и нет особой необходимости, но вы заложили это в бюджет. Давайте с вами будем откровенны, эксперт увидит это и обратит на это внимание, да. И дабы не возникло такой ситуации, сами проверяйте себя на вопросы эффективности вашего бюджета, бюджета вашего проекта. Каковы же принципы формирования нашего бюджета? Бюджет проекта должен быть полным. Это знаете про историю, когда бюджет проекта может состоять буквально из одной и двух статей. Но согласитесь, для эксперта абсолютно непонятно, а сможет ли команда проекта реализовать этот проект с таким бюджетом. Ведь это огромный уровень ответственности. Это очень большой вопрос, который эксперт, и не один эксперт, да, поскольку чаще всего заявки грантовых конкурсов оценивают несколько экспертов. А сможете ли вы, да, а что если проект будет поддержан, а дальше организация не сможет его реализовать. Поэтому, пожалуйста, мы говорим про эффективное расходование средств, да, про эффективные статьи в бюджете проекта, но при этом он должен быть полным и охватывать весь спектр мероприятий и, соответственно, необходимых аспектов, которые нужны для качественной реализации проекта. Бюджет проекта должен соотноситься с результатами проекта, да, я думаю, что это вам достаточно понятно, потому что если в бюджете проекта у нас возникают какие-то статьи, которые никак не соотносятся с результатами, то тогда, конечно, навряд ли проект будет, собственно, поддержан экспертами, да, поскольку всегда возникает этот вопрос. А для чего, например, в проекте, где абсолютно никак не задействован ни в цели, ни в задачах, ни в мероприятиях, вообще никак не задействован момент, ну, предположим, фотографирования каких-то аспектов, в бюджете проекта возникает необходимость покупки фотоаппарата с огромной стоимостью относительно остальных статей. Согласитесь, это вызывают вопросы. Какие еще у нас есть принципы базовые, на которые мы с вами опираемся? Бюджет проекта должен быть эффективным. Что это значит? Это ни в коем случае не говорит про экономию, и ни в коем случае мы не говорим о том, что все статьи бюджета обязательно нужно минимизировать или работать себе в минус. Нет, важно понимать, что не должно быть тех расходов излишних, да, отказ от которых не повлияет на изменение качества реализованного проекта. Что это значит? Давайте представим, что мы проводим с вами спортивные мероприятия и закладываем в бюджет нашего социального проекта по результатам подведенных итогов кубки, медали, футболки, не знаю, подарки, мячи и там бейсболки и еще и жилетки, предположим, да. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что если мы в рамках всех этих статей откажемся, предположим, от медалей или кубков, да, то есть мы оставим или кубок, или медаль, или мы оставим или футболку, или жилетку, или бейсболку, или мы оставим или свидетельство, или сертификат, или диплом, то есть что-то одно из очень близких и схожих между собой категорий, то качество реализации проекта от этого не изменится. И на это очень важно обращать внимание при формировании бюджета вашего проекта. Далее, нужно очень четко определить рыночную стоимость тех ресурсов, которые вы закладываете в бюджет проекта. Если, например, вам нужно какое-то оборудование или техника, вы можете обратиться за коммерческими предложениями или промониторить сайты известных магазинов техники, да, для того, чтобы выявить среднюю цену и ее заложить. Ну и не только самостоятельно проделать этот путь, найти и изложить бюджет, скажем, в той редакции, да, которая вам видится наиболее соответствующей рынку в ценовой политике, но и приложить в комментарии, например, красным статьям или коммерческие предложения, или ссылки, собственно, на те ресурсы, которые вы изучили, посмотрели, и они для вас являются наиболее подходящими. Для того, чтобы эксперту при просмотре бюджета вашего проекта было это абсолютно понятно, да, и было понятно, что вы проделали большой путь при формировании бюджета вашего проекта и рассмотрели все возможные варианты. Также бюджет проекта должен быть детализирован, да, я уже начала об этом говорить в рамках рыночной стоимости, но и в целом по позициям бюджета желательно придерживаться этого принципа. Для того, чтобы статья, например, в вашем бюджете называлась не просто иные услуги, да, и такое иногда встречается, и, естественно, такие бюджеты проектов набирают минимальное количество баллов с точки зрения оценок экспертов, потому что эксперту становится непонятно, а что вы заложили в эту статью. Или продовольственные расходы, что подразумевается под продовольственными расходами, хотя, возможно, они очень нужны с вашей точки зрения, да, при реализации проекта. И здесь я призываю вас максимально детализировать ваш бюджет для того, чтобы у эксперта не возникало вопросов, что именно этот расход, именно эта позиция по статьям бюджета проекта необходима для того, чтобы ваш проект был реализован качественно, был реализован своевременно, и у команды проекта хватило сил и ресурсов для того, чтобы цель, которую вы для себя обозначили, была достигнута. Желаю вам удачи в оформлении ваших социальных проектов, в подаче заявок на грантовые конкурсы, чтобы все у вас получилось и все ваши инициативы и проекты были поддержаны. Спасибо за внимание, до скорых встреч!